Всем привет, меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хубагивили, и в сегодняшнем видео мы с вами посмотрим на новый каталог, который называется Сияние Самоцветов. Именно вот так перевели в русской локализации данный каталог. И, собственно, сегодня мы посмотрим на официальные рендеры, почитаем официальную статью, что же говорят разработчики о том, что же будет в этом, собственно, самом каталоге. Потому что трейлер, кстати говоря, мою реакцию на трейлер вы можете посмотреть по подсказке в правом верхнем углу, либо просто перейдя на мой канал. А, собственно, реакция уже вышла, уже все есть, можете смотреть. И сегодня мы с вами смотрим на то, что добавят в данный каталог, что придет нам с этим каталогом. И у нас уже есть три официальных рендера и большущая, просто гигантская статья с описанием этого каталога. Это мое, скажем так, стандартное видео после выхода трейлера. Первый взгляд. Поехали. Ну что, перед нами первый рендер. Здесь мы можем наблюдать новую одежду, новые аксессуары, а также можем наблюдать новые камни. Новые, скажем так, вот эти вот, как они, коллекционные камни, которые мы с вами находим по всему миру сейчас без этого каталога. И можем наблюдать здесь, вот с этой стороны новый камушек, и вот с этой стороны снизу тоже новый камушек. А также мы можем наблюдать вот такие камни. Просто у меня вопрос, будут ли они прямо в таком виде спауниться в мирах, либо же это просто выставленные камушки для данного скриншота. А также, судя по всему, наши персонажи могут обсуждать драгоценные камни, украшения между собой, потому что тут есть некая облачко с разговором о украшениях, об украшениях, да, о, возможно, какой-то занятости этими украшениями. Также на этом рендере, разумеется, красуется огромное количество новых причесок. Вот у этого персонажа, у девушки, вот у парнишки очень крутая прическа с такими металлическими кольцами, вплетенными волосы. Также можем наблюдать, разумеется, огромное количество новой одежды. И как мне уже сказали в моей реакции на трейлер, я не углядел, не углядел потрясающие хрустальные туфельки. Туфельки у девушки, вот здесь на этом рендере, хрустальные потрясающие туфельки. И теперь можно классно отыграть какую-нибудь Золушку, Sims 4, почему бы и да. Вот, а также здесь мы можем наблюдать, разумеется, это скрытая локация, это не новый город, это скрытая локация, как-то там правильно называется, какой-то грот, я не помню точное название, но какой-то грот, где как раз таки им спаунится огромное количество вот этих вот драгоценных камней. Для того, чтобы попасть в этот грот, вам нужно прокачать десятый навык механики, для того, чтобы взломать вход в этот грот и, собственно, добывать эти самые драгоценные камни. Во-первых, нам теперь понадобится навык механики для того, чтобы попасть в этот грот. Разумеется, эти же камни будут спауниться и просто во всем мире. Также на этом рендере мы можем с вами наблюдать нового гнома. Новый гном у нас вот тут вот находится, он тоже, скорее всего, то ли сделанный персонажами, то ли он будет сам появляться в виде такого вот ограненного, скажем так, камня, да, слитка, монолита, вот. Либо же персонажи будут его сами создавать, то есть на своем станке смогут создать вот такого гнома. Также в моей реакции меня поправили, очень многие меня поправляли на тему того, что данный каталог очень схож не с оборотнями, а больше схож с миром магии. И да, здесь я полностью согласен, что данный каталог очень схож по тематике, точнее по стилистике, а как раз таки с миром магии. Потому что стиль одежды похож, мебель стилистически похожа на мир магии. И многие, разумеется, начали в комментариях говнить о том, что, ну конечно же, там все, что осталось там от мира магии, от оборотней, вот все, что бы не пропадало, вот так вот схомкали в один каталог и, собственно, засунули. Вот, а соглашаться с этим, либо оспаривать это я никак не могу, потому что я не работник компании Electronic Arts, тем более Maxis, тем более Office of the Sims, да, хотя многие думают, что я разработчик. Вот, не могу я никак с вами на эту тему спорить, потому что ни вы, ни я не знаем. Конечно, да, похоже, конечно, да, прослеживается вот эта вот стилистика одинаковая с миром магии, но, конечно, может быть, какие-то наработки были взяты, но, может быть, что-то было сделано как раз таки специально, чтобы была схожесть с игровым набором мир магии. А почему, объясню чуть позже, там дело все как раз таки с этими камнями и завязано на этих камнях, поэтому, скорее всего, вот магия, какие-то вот такие вот штуки были как раз таки вдохновлены именно миром магии, либо же каталогом паранормальная, тоже стилистика очень схожа, очень похоже все друг на друга. Далее у нас второй скриншот, где мы можем с вами наблюдать как раз таки магию данного каталога. Здесь по центру персонаж, думающий о сережках, да, также здесь мы видим огромное волшебное дерево, выращенное из кристалла, а также можем наблюдать много других персонажей, и вот смотря на данный скриншот, можно подумать, что как раз таки, как будто бы это скриншот из игрового набора мир магии, потому что здесь что-то как-то все светится, у персонажей горят руки, да, вот если мы вот сюда вот обратим внимание, у персонажа светятся руки. Также наблюдаем новую одежду, готический стиль очень классный, и опять же он очень сильно прослеживается, с миром магии коврики, столики, различные вот эти вот магические доски, или как правильно они называются, на которых, как мне написали в комментариях, скорее всего на этих магических досках камни будут заряжаться лунной энергией, и обладать какими-то свойствами. А по поводу свойств этих камней, разумеется, почитаем в статье, да, свойства этих камней, разумеется, присутствуют. Опять же, самое забавное, что я не узнаю локацию этого мира, скорее всего это какой-нибудь Оазис Спрингс, просто снят с такого ракурса, поставлены предметы, что как будто бы вот и фиг узнаешь, что это за город, но судя по заднему плану камней, пустыни, да, там какой-то, скорее всего это Оазис Спрингс. Никакого городка с этим каталогом не придет, вот точка. И финальный, третий скриншот данного каталога, здесь мы можем с вами наблюдать огромное количество мебели, новых различных аксессуаров, также можем наблюдать различные браслеты, серьги, кольца, подвески, ожерелья, диваны, ковры, тумбочки, осветительные приборы. Опять же, здесь мы можем наблюдать того самого гнома, только там он был синего цвета, а тут он уже золотого цвета, скорее всего сделан из золота. Вот, также мы можем наблюдать большое количество камней, и в том числе новые камни, которые были, скорее всего, созданы специально для этого каталога, и они никак не будут появляться и спауниться в базовой версии игры, вот. А также тут мы наблюдаем новый стол для занятия вот этим вот самым делом, огранки камней. У этого дела, кстати, есть навык, с этим каталогом придет специальный навык, ну, это было бы, мне кажется, логично, который как раз-таки будет повышать возможность наших персонажей. Вот, тут у нас есть новая лампа, скорее всего, она идет в комплекте сразу с этим столом, она, скорее всего, отдельно не будет идти, хотя она прикольная. Вот, новые различные картины, штуки, на которых висят всякие молоточки, отверточки, кусачки, всякие штуки для напиливания камней, да, металла и тому подобное. Выглядит все потрясающе, выглядит все классно, здоровски. И для каталога, кстати говоря, писали в комментариях о том, что, ну, каталог как будто бы похож на игровой набор, что лично для меня новшество. Потому что обычно пишут, этот игровой набор, ну, не тянет на игровой набор, это какой-то каталог или комплект. А здесь же, наоборот, люди в комментариях написали, что как будто бы, блин, как будто бы это не каталог, а как будто бы игровой набор. Нет, ребята, это каталоги. И теперь каталоги будут выглядеть вот так, и это здорово. Больше контента, больше функций. По факту данный каталог состоит из чего? Из мебели, из одежды, из причесок, да? Из вот этого самого Сталатлиан. Занятие камнями, навыком новым, да? И какое-то вот вкрапление, какой-то вот магией это все вот это вот посыпали. Все это здорово, потрясающе. И, собственно, каталог готов. Вот. Вот это каталоги. Потому что предыдущий каталог, который назывался Кулинарные страсти, он тоже был примерно такой же. Мебель, одежда, прически, новые штуки для кухни. И, собственно, штука для торговли всем этим делом. Вот. То есть, как бы, все это присыпано немножечко каким-то там бизнесом, ла-ла-ла и всего остального. Вот. В принципе, структура каталогов схожа. Тем более, что сейчас каталогами занимается отдельная команда. У них есть собственное представление о каталогах. Как бы, почему бы нет, почему бы да. Классно, здорово. Ну и напоследок, обложка данного каталога. Здесь мы наблюдаем главных персонажей из трейлера. Камушки. Все вот в стилистике каталогов, собственно. Просто, если вдруг вы не видели обложку, то выглядит она вот так. Ну и теперь мы с вами переходим к официальной статье, где огромное количество текста, просто гигантское количество текста. Невероятное описание данного каталога. Давайте с вами начнем с его чтения. Создавайте украшения из кристаллов с каталогом The Sims 4 Сияние Самоцветов. Окажитесь в центре внимания благодаря ослепительным ювелирным изделиям ручной работы. А кристаллов много не бывает. С каталогом Sims 4 Сияние Самоцветов игроки смогут освоить новый навык гемологии, чтобы собрать разноцветные кристаллы и металлы, а затем создавать из них самые разные изделия, порой оказывающие влияние на настроение, отношение, карьеру и жизнь симов. Украшайте дом с помощью красиво ограненных кристаллов. Используйте их для создания потрясающих ювелирных изделий и заряжайте кристаллы в лунном свете, чтобы воспользоваться их силой. Собственно, вы были правы, лунным светом мы это все заряжаем, они обретают какие-то свои магические свойства и влияют на персонажей. Вы сможете создавать оценные предметы, вроде обручальных колец ручной работы, собственные ювелирные изделия или уникальные коллекционные предметы, которые можно продавать за симолеоны. Создаем сонлайт, поехали. Все зависит от того, что именно по душе вашим симам. Благодаря этому каталогу вы будете заниматься рукоделием и создавать ювелирные изделия своей мечты. Вот наш первый скриншот, который мы уже с вами посмотрели. Сбор и изготовление. Нет ничего лучше украшений, сделанных вручную и с любовью. Благодаря каталогу «Сияние самоцветов» Симы смогут создать более тысячи ювелирных изделий и использовать их в качестве стильных украшений или сияющих подарков для друзей. Тысячи новых ювелирных изделий. Более тысячи. Конечно, зная Максис, зная же The Sims, там их может быть тысяча одна, и они такие типа, ну, более тысячи. Нормально. Для красного словца. Но сначала Симам потребуется освоить навык гемологии. Этот новый блестящий навык можно развить, создавая изделия на новом гемологическом столе. Вы сможете гранить самоцветы и изготавливать ювелирные изделия. По мере развития навыка, качество изделий будет становиться все лучше и лучше. За новым гемологическим столом Симы смогут гранить самоцветы и создавать потрясающие изделия с кристаллами, среди которых обычные и обручальные кольца, браслеты, ожерелья и серьги. В окружении красочных украшений ваши Симы почувствуют себя самыми настоящими ювелирами, выбирая кристаллы и подбирая для них металл, например, серебро, золото или розовое золото. Вы также сможете использовать все 22 металла из разных городков Sims 4, включая беконит, дэдметал и романтий. Продемонстрируйте свою любовь или крепкую дружбу, выбрав идеальную форму самоцвета из 10 разных огранок, среди которых есть сердце, пламбоб и гном. Собственно, те самые гномы, это как раз таки вид огранки кристалла. Симы смогут развить навык гемологии, читая руководство по гемологии и продолжая творить за гемологическим столом. Созданные изделия можно оставить себе, продать или подарить другому Симу. Энергия кристаллов. Вам нравится лунный свет? Нам? Очень. Рады сообщить, что в каталоге сияния самоцветов используется лунный цикл из основной игры Sims 4. Это означает, что сияние самоцветов Симы могут купить кристаллы с помощью компьютера или сорвать их с дерева кристаллов, огранить их, а полученные ювелирные изделия и самоцветы зарядить, чтобы использовать силу кристаллов. Для этого предметы необходимо разместить на подставке для кристаллов. После зарядки Симы смогут надеть украшения или расположить их в доме и ощутить положительные или отрицательные влияние на отношения, эмоции и игру. Заряд некоторых кристаллов со временем иссякает, и Симам потребуется заряжать их заново, чтобы воспользоваться их силой. В игре и всех ее наборах представлено 27 кристаллов, включая три новых кристалла из этого каталога. Янтарь, нефрит и лунный камень. Симы могут найти кристаллы в самых разных местах. Обычные, необычные и редкие кристаллы можно найти в кучках и камнях в любом городке и на любом участке. Необычные кристаллы также можно приобрести с помощью компьютера или гемологического стола. Редкие кристаллы, находящиеся лишь в определенных городках и растут на дереве кристаллов. Разные кристаллы можно найти в разных городках Симс 4. Кристаллы из основной игры Симс 4 изумруд обычный, цитрин, кварц, алебастер, розовый кварц, персиковый кварц, рубин, топаз оранжевого цвета, сапфир, бирюза, симонит, необычный, блистолит, аметист, гематит, алмаз, огненный опал, ёнкилист, редкий, пломбит, радужник, агат. Дополнение Симс 4 на работу. Нителит обычный и крандистин. Игровой набор Симс 4 приключения в джунглях. Амазонит необычный и Александрит редкий. Каталог Симс 4 сияния самоцветов. Нефрит обычный, лунный камень необычный, янтарь редкий. Мистический ореол. Но какое же это хрустальное приключение без таинственности и интриги? Собирайте разноцветные кристаллы, облачившись в красочные тапочки с кристаллами или кожаные сапоги с инструк... с инструк... с инкрустацией... с инкрустакру... облачившись в красочные тапочки с кристаллами или кожаные сапоги с инкрустацией. А также обратите внимание на одежду ручной работы, среди которых жилеты с рубашками на пуговицах и цветные топы с пышными рукавами, чтобы сиять еще ярче. Примерьте новые прически с металлическими обручами... обручами? обручами, а и изысканными заколками с самоцветами. А после тяжелого дня поиска, огранки и продажи самоцветов, расслабьтесь в небольшом уютном жилище с мягчайшими диванами. Полюбуйтесь на себя в украшенном кристаллами зеркали и продолжайте совершенствовать свое мастерство за гемологи... Кхм... За гемологи... И продолжайте совершенствовать свое мастерство за гемологическим столом под звездами. Команда Син-4 объединилась с Аритейби, и вместе мы создали комплект уникальных украшений, включающие ожерелья, кольцо и серьги. Он доступен в редакторе создания персонажа, ее утонченные и изысканные изделия идеально вписались в этот блестящий набор. Мы обожаем сотрудничать с творцами из нашего сообщества, и нам не терпится увидеть, что вы создадите с новыми сияющими изделиями. Наши разработчики расскажут подробнее о комплекте Син-4 Сияния Самоцветов 28 февраля 2024 года, в 22... Господи, 22.00 по МСК на официальных каналах The Sims, Twitch и YouTube. То есть будет официальная трансляция. Но в 22.00 по МСК, Господи, у меня это 5 утра. Кошмар. Каталог Син-4 Сияния Самоцветов выйдет 29 февраля 2024 года на Mac, ПК, Ла-ла-ла, PlayStation. Также официально представлен в Epic Games Store. Можно будет приобрести этот каталог. Вот, каталог Син-4 Сияния Самоцветов требует наличия последней версии основной игры, которую можно загрузить бесплатно на всех платформах. Смотрите, минимальные системные требования для дополнения. Вот такое вот описание данного каталога. Мне понравилось здесь максимально все, с учетом того, что также у нас есть коллаборация с автором CC-контента. Вот с этим вот автором мы сейчас у нее на страничке. Не знаю, девушка или это парень. У нее у автора на странице. Здесь мы можем с вами наблюдать CC-контент, который создает автор всякие прически, косметику и тому подобное. Именно вот с этим автором команда The Sims заколлаборировалась. Надеюсь, в будущем будет больше таких коллабораций. это круто, это здорово, это потрясающе. Хочется уже посмотреть на то, что будет добавлено в данный каталог от этого автора. Скорее всего, это вот эти вот серьги и украшения, которые были показаны в трейлере, которые заряжались. Скорее всего, это они. Ну, собственно, как-то так. Вот такой вот классный, потрясающий набор нас с вами ожидает. Правда. Благодаря описанию я как-то даже так как-то взбодрился по поводу этого каталога, в особенности мне нравится строчка «Симы смогут создать более тысячи ювелирных изделий». Очень круто. Это потрясающе. Правда. Описание данного каталога прям раскрывает весь этот каталог. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Нравится, не нравится, потому что комментарии разные, кто-то в восторге. Большинство людей в восторге. Разумеется, нашлись люди, которым это не понравилось, ну, как говорится, на вкус и цвет. Вот. И, собственно, как-то так. Тут даже фразу не прикрутил, что «Сим 4» это не 100 долларов, что всем нравится. «Сим 4» это 100 долларов и 200, и 500. Очень дорого. Очень дорого. Очень дорого. В общем, вот такой каталог. Опять же, повторюсь, пишите в комменты, что думаете по этому поводу. Я от этого описания остался больше в восторге, чем от просмотра трейлера. Вот. Я прям вообще ставлю свой лайк. Прям лайк-лайк. Вот. И, скорее всего, наверное, я в предыдущем видосе с обзором трейлера поставил данному каталогу 3 пламбоба из 5. Но вот пока я, наверное, ручками не пощупаю, я вот, наверное, вот 3,5 добавлю данному каталогу, потому что, правда, очень, как-то так вот мое вот к нему отношение немножечко изменилось, правда, после прочтения описания. А когда я еще ручками потрогаю, там посмотрим, снизится ли оценка, либо наоборот станет выше. Посмотрим. Вот. Ну, а всем спасибо большое за просмотр. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, дабы не упускать самую свежую, интересную информацию. Ну, а с вами был Сергей, канал Хабагивили. Всех безумно люблю. И сегодня пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.